Россия, 2022 год, Макдональдс покидает страну. Но на смену великому западному бренду приходит не менее великий отечественный. Вкус очка, вкус торчка, жуй и пизд! Или что там, как там у нас, вкусно и точка? Пишите в комментарии самые обалденные рифмы, самый залайканный комментарий, получит текстовый пенис от меня себе в комментарии. Ну а в этом видео Джима Артёмович и Анна Мяу отправляются в самый первый Макдональдс, который был построен в России. Ну или в самый первый ресторан «Вкусная точка». У меня есть влага. Здорово, с вами ваши профессионалы по еде на Мяу и Джим. И сегодня мы отправляемся в кусочка. Алло, всем привет. И мы попали на очко вкусное. Я забыл название. Вкус очка, вкус и точка. Это первая вкус и точка в России, наверное, открылась. А до этого здесь был первый Макдональдс в России. Но вы это все и так уже знаете. Сейчас мы пойдем с вами вместе пробовать самые вкусные, отвратительные блюда нашего вонючего вкуса очка. Ну вот, все, готовы? Готовьте свои животики. Пойдемте. Я слышал, слушок, что там соус «Цезарь» заменили майонезом. Но мы это сегодня проверим. Как ты к этому относишься? Майонез наш народный. Вкусный? Понтовый. Вкус сосочка. Вкусно и совсем не по-старому. Не так, как раньше. Там еще, говорят, дизайн стал убогий. Я уже вижу какие-то кружочки с палочками. Вкус сосочка. Будет рад папа и дочка. Макдак сосет. А вот вкус толчка живет. Ай. Я уебался. Опа-опа. Выдвигаемся. Вкусить самого вкусного. О, тут везде все так стильненько. Сменилось все красивенько. Сейчас мы соберем, короче, супер-мега-таз еды огромный. Всего по одному возьмем, чтобы попробовать пополам. Пахнет, знаешь как? Почему-то. Вот тебе честно, может, мне опять вкус искаженный. Чем пахнет? Не пахнет с ароматом. Да, пахнет столовкой в школе. Да? Мне. Чуть-чуть, только типа подороже. Красивая. Ой, на тебя капнуло, что ли? Я думал, это ты плюнула сейчас. Нет, 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 я тебе капнуло, что ли? Я думал, нифига не смачно хоркнуло у меня или что. Прям по руке полилось. Ты прям вон, видишь, там лужи. Тут это, потолок протекает немножко где-то. Найдете. Пишите в комментариях, если найдете. После закупа у нас была коробочка с 4, ребят, даггетс, забег, гамбургер, чизбургер, картошка фри, картошка по-деревенски, а также 3 куриных крыжечка. Ну, короче, закуп обошелся нам 1538 рублей. Брали все по классике из того, что было, чтобы каждый мог узнать свое блюдо и посмотреть на него обзор. Полный список блюд и их цены вы можете увидеть на экране, поставить на паузу, посмотреть цены, сравнить с прошлыми. Я просто не особо фанат Мака, поэтому не смогу сказать, стало что-то дороже или нет. Пока у меня есть возможность, хочу попросить еще подписаться вас на мой телеграм и бота ВКонтакте, который оповещает о выходе видео прямо в личку ВКонтакте. Также я практически каждый день провожу свои стримы на Трово. Ссылка на все в описании, жду вас. Вот в такой необычной обстановочке мы сели прямо напротив этого Макдональдса, тут же просто на лесополосе сидим, отдыхаем. Да. Возле трассы. Сейчас будем все по очереди дегустировать. Первая заметка была, что в Макдональдсе не пахнет больше Макдональдсом. Да, пахнет хлебом. Ну, Аня говорит хлебом, а мне какой-то минимум столовки напоминает. Такой еле запах, вот как будто лет пять и будет столовкой. Да, да, да. Уже не то, ушла эпоха. Ну, да, да. Чувствуются не те запахи. Чего начнем? Ну, смотри, хочу подметить ноунейм колу. Да, кстати, дизайн, заметьте. Да, 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 дизайна нет. Дизайн просто исчез, да. Теперь стакан белый. Да, да, да. То же самое на молочном коктейле. Больше дизайна нет. Да, да, но надо проспить, а у меня сушняк. Да, я тоже хочу распить. Да, так. А, ну вон кола. А нам трубочку не дали. Дали, дали. О, все идеально. Есть кола с сахаром, но мы ее взяли, потому что в терминале она была без этикетки. Да, мы думали сорвут этикетку и продадут просто без этикетки. Да, да, да. Вот. Да и мы думали, да, что будет без этикетки, будет смешно, но не смешно. Не смешно мне казалось. О, идеально, Артем. Здоровье. Здоровье. А, то, что надо. Классика. Классика, да. Коколу еще не подменили, но, кстати, я уже читал новость, что они говорят, пока у нас будет кокола, пока что у нас есть запасы. Да, да. То есть не то, что они закупают, а вот старые запасы, как уйдут. Да, там еще заменим. Говорят, мы найдем не менее вкусные аналоги. Да, да. Ну, я надеюсь, будет черноголовка Байкал. Да, очень вкусно, кстати. Хорошая замена. Только без сахара не будет. Да. А там и без сахара, наверное, начнут делать. Там, наверное, и без сахара начнут делать. Наверное, да, да. Я за напитки без сахара. Что хочешь? Давай с картошкой. Я бы тоже картошку. Да, деревенскую или фри? Вообще любую. Деревенскую достал уже. Картошку тысячу лет не ел вообще. Этикеточки ноль. Это что такое? Сзади зато вот так было. А что это такое? Смотри. Вол, смотри, они замазали логотипы там Макдональдс. Смотри, это просто пиздец. Вручную. Вот так вот. Смотрите, замазали логотипы Макдональдс. Выдали? Не стирается? А, ногтем стирается. О, ногтем, смотри. Скрылась вся правда. Картошка, думаю, не изменится. Картошка, да, тоже ставлю ставки, но то, что картошка по классике. И будет, мне кажется, всегда такая. Да, российская. Все как всегда. Картоха-то наша. Да, да, русская. Все без логотипов вообще. Они даже не умудрились делать логотип в вкусной точке. Ну, пока что, наверное. Это все так же охуенно. Ну, да. Надо побольше, да, снимать видосов про еду. Да. Это наши читмилы. Во. О, вот это классика. Жестен коммунистический. Нереально. Ну что, Cezerol? Cezerol. Хочешь попробовать? Давай попробуем. Кто первый? Ну, как хочешь. Хочешь ты. Давай, я профессионал, я эксперт по Cezerol. Это мой любимый. Вдруг нормально. Я до этого же говорил, что я слышал слушок. Видел чуть-чуть слушок. Видел? Ну, чуть-чуть зацепил. Потому что там майонез теперь. Но мне кажется, раз они замазали вот это, то там все-таки Cezerol, по крайней мере. Ну, соус Cezer, по крайней мере, в этом маке. Возможно, где-то в мелких маках уже майонез пошел. Ну, по-моему. То же самое, да? По-моему, то же самое. Ну, скорее всего, значит, в соус. По-моему, ничего. Но там он не вот тут покупал, чел. Он покупал где-то там в жопе. Поэтому, возможно, тут еще все по классике. Если хотите классический Cezerol, приезжайте на Малую Бронну. Вот первый макдональдс здесь, по-моему, ничего не изменило. Еще там смесь на... Ну, реклама у нас. Да? Уже нормально? Ну, обычно. А я ждал подвохи везде. Для подвохов просто рано еще. Надо еще подождать. Да, да. Если захотите второй сезон обзора на Макдональдс, пишите. Через время. Вы, короче, инфу сами давайте, кто питается такой едой. Да. Типа вот там-то поменялось кто-то. И когда накопится этой информацией... Да. Мы с ней вторую сейчас. Да, да, да. Это как будет первое. Это путь. Как это называется всегда? Точка и жопка. Что? Ну или что там? Это путь деградации точки и жопки. Точка и жопка пока копирует в Макдональдсе. Я разочарован. Да, блядь. Тут, короче, если что, упаковка, смотрите. Я не знаю, какая была. Такая была? Нет, коробка была. Какой-то кулек с петухами теперь. Да. Кулек с петухами. А, была коробка с петухами. А теперь пакет в петухами. Теперь пакетик, да. Ну-ка, за ваше здоровье. Ну, все по классике. Бля, ну хочу сказать, что я рада. А я разочарован. Не, я рада, что... Я не фанат Макдональдса. Я думал, ну когда вам будут приколы уже? Я жду там буратино в стакане. Дождешься. Мне кажется, скоро. Я просто, мне-то, что Макдональдс есть, что его нет, все равно. Я жду приколы. Ну, а самое, ну, наверное, все знают, классический гамбургер из Макдональдса. А, кстати, говорили, цены чуть-чуть изменились. Ты заметила? А, возможно, не знаю. Если что, все, что мы сейчас вот сами прикиньте, в конце на 1538 вышло. Все накупили на полторы тысячи. Да. Классический гамбургер. Давай пополам. Это извращение над едой какое-то. Нормально. Пахнет почему-то не так ядрен. Раньше это было по-другому. Ну, это не консервы. Что мы там консервы ели на стриме? Глав продукт. Это не обзор глав продукт, к сожалению. Я хочу, чтобы Макдональдс стал как продукция глав продукт. Бля, тоже хочу. Чтобы обзор был хороший. Смотрите по подсказке другие наши обзоры на еду. Что там дальше? Есть чизбургер. Чизбургер. Все уже на чизбургер. Нападаем. Ну, а что делать-то? Блин, а я просто налопаюсь все с обычного мака и все. Это уже не тот мак, что был раньше. Это вкусная точка. Ну, я расскажу для тех, кто никогда... Есть много городов в России, прикиньте, где Макдональдс либо только открыли, либо его до сих пор еще никто не видел в жизни. Таких мест в России много. Ребят, еда как губка, знаете, для посуды. Вот такая еда. Если что, не ешьте. Все, сырье, ай, блядь, вырву. Корми его, брат, ями. Котлетки, котлетки накормлю. Блядь, котлету жрут суток. Не знаю, по классике, вкусно, блядь, не доебаться. Не надо все, и коронавирусы, блядь. Блядь, иди нахуй от меня, блядь. Эй, нахуй. Ты вообще плохо, Арсем. Что это такое? Иди ко мне. Ого, мы даже такое сегодня взяли. Смотри, какое ручье, смотри. Слышь, смотри, это твоя мама. Э, мать, не трогай. Смотри, ебать, он смотрит. Да, блядь. Артем, это пиздец. Катерра, рука в сифилисе. У меня первый раз в жизни такое вообще. Что происходит? Съебись, нахуй, чувак. А тут что изменилось в упаковке? Буква М пропала, где буква М? Вот, тоже, короче, петушок просто. Идите нахуй. Ебать. А время, Ань, есть. Да, 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 надо быстрее, надо быстрее съедать. Сели, блядь, поесть в Москве, нахуй. Что, как тебе крыло? Как обычно, нормально. Ты, ебаный родовый, а новый друг. Блядь. Для кадра, знаешь, как надо сделать? Да, ну да, заявись. Прикольно. Прикольно? Прикольно. Ну, это нормально. Но мне нравится больше всего в Киевсе. Жили? Потому что в Маке, они через чул прям как будто в масле. Да, согласна. Очень варили. Да, да, да. Ну, в Киевсе тоже, наверное, такие же, но там как-то так не чувствуешь, что прям столько масла. Это что? Чикенбургер. Чикенбургер. Ну, тоже, просто везде М нету теперь. Что-то без соуса. Угу, соуса маловато. Да. Ну, нормально. Ну, как всегда. Ничего не изменилось. Колбаса с хлебом и маслечком докторская все равно пиздатая. Лучше, да. Домашняя. Домашний рецептик. Опа! Это кто опять? Стрипса? Стрипса, да. У нас сегодня мукбанг мака просто. Да, да. Нормально, с перчиком черненьким. Угу. А с траватенько. Да, пойдет мясо белое. На спанировочке. Двойной роял. Как всегда, двойной роял. Называется, что там, двойной гранд? Вот, а так теперь. Двойной андеграунд. Мясо чувствуется. Буду как чувствуется. Ну, в меню-то пропали все бургеры почти. Ну, вот этот я только ел. Да. Молочный коктейль с пирожочком. Давай ты первая. Теперь я даю. Потом мы камеру выключим, сядем, покушаем до конца. Да. И пойдем винить себя за лишний вес. Ничего, сегодня можно. Легендарный обзор. Ну да, обзор легендарный. Лайк там уже стоит, наверное. Надеюсь. Чем больше лайков, тем больше обзоров. Тем больше роликов вообще на канале. Чей-то волос. Также не забывайте, ребята, то, что я стримлю на Трово каждый день по 10-11 часов. Аня все время стримит на Трово. Ссылочки будут в описании. На Трово вы сможете поддержать нас, короче, донатом и так далее, чтобы ролики выходили. И так далее. Так что, ну, просто. Все ссылки в описании. На телеграммы наши тоже обязательно подпишитесь, чтобы много приколов всяких не терять. Нормально. Вкусно, ништяк. Я вообще всегда с этим пирожком в шоке. Я как жена карамель с начинкой. Какой ваш вердикт? Ну, как всегда, классно. Я всегда балдеж полный. Ну, пирожок это очень имба. Да, пирожок очень вкусный. Я его поэтому не ем, никогда. Потому что что? Ну, слишком имбовый. Думаю, нет, такое есть вообще. Потолстеть можно. Да, там от всего тут можно. Ну да. Так, ну и что? Последняя позиция у нас молочный коктейль. Молочный коктейльчик. Мне нравится, что, кстати, нету ничего. Я не хочу, чтобы тут появилось кружочек с палочкой. Ну да, кружочек с палочкой не лучше. Лучше так пусть оставили. Беленько, красивенько. Да, как будто что-то медицинское. Да, стерильное. Да, что-то такое, как в совке реально все. Храненые стаканы бы еще добавить. Мы начали с двух трубок и закончим двенадцатрубками. Да, за ваше здоровье, ребят. А как было? Вот что-то изменилось как будто. Я просто в этом не разбираюсь. У меня сахарное, и значит это сладко, вкусно. Я не по-сладкому не спец. Как будто что-то не то. Да. Ну или мне так кажется. Как будто немножко по-советски, что ли. Да, да. Как будто мороженое растаянное, растопленное мороженое с магазиной. Ну что-то да. Ванильное какое-нибудь. Да, не очень похоже на молочный коктейль тот, который был. Ну, или я что-то себе придумываю. Ну тут я точно тоже не скажу, потому что я не разбираюсь. Да, да, да. Непонятно немного. Ну, короче, обзор меня в целом порадовал. Я поел, посидел, пообщался с голубями. Да, ну фахи. Прекрасно провел, да, время с женой. Это, только мы там, по-моему, темные какие-то, а сзади нас все засвечено. Блядь. Это. Ну ничего, там же видно нас. Мы не рассчитывали так на солнце. Вот, покормили голубей, поели вкусно. Расстроился я, потому что ничего не изменилось. Для кого-то это плюс для любителей Макдональдса. Но мы, я думаю, запишем вторую часть, когда вкусный точка потерпит. И еще обязательно какие-нибудь смешные рифмы на название нового ресторана. Как называется он? Вкусный точка. Вот, давайте, зарифмуйте в самый крутой пролайканный комментарий. И я ему отправлю текстовый пенис в этот комментарий, свой комментарий. Отлично. Отлично, по-моему, стоит того. Стоит того, ребят. Вы старайтесь обязательно. Не упускайте такой шанс. Да, ну и все. Да, все, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на Аню, подписывайтесь сюда. Смотрите следующие видео по подсказкам. Колокольчик верните, кто убирал когда-нибудь телегу к нам. Подписывайтесь. С вами Жим был, Анна Мяу была. Все, до встречи. Папя. Пока.